Военная реформа Вооруженных сил Российской Федерации предусматривает переход к профессиональной армии. В программе государственной политики запланировано постепенное увеличение доли военнослужащих, проходящих службу по контракту, изменение принципов комплектования и формирования контрактной армии. Как вы прекрасно все знаете, сейчас вся Вооруженная сила переводится на контрактную основу. Это было уже давно, многие хотели, даже когда я служил в армии уже в 80-х годах, те, кто приходил в конгрессию, тоже говорили, что была контрактная армия, но он был лучше. Но посмотрим, с последним данным, около 200 тысяч, сейчас контракт. Будущих защитников Отечества, а ныне студентов Уваровских учебных заведений, а также их родителей, пригласили на встречу с представителем областного военкомата, который рассказал о преимуществах профессиональной армии, главным из которых является наличие полного социального пакета и достойного заработка. Людям ставят задачу, основанную нам, воинам, чтобы мы укомплектовали наши вооруженные силы по контракту, чтобы контрактники были у нас профессионалами в своей работе и должности. Вы сами понимаете, что за год нельзя подготовить хороших специалистов, и людей мы хотим сейчас набрать достойных. Кроме того, в ходе встречи были названы части, куда на сегодняшний день ведется набор. Помимо проведения личных встреч, подробная информация о контрактной службе будет размещена в колледже, техникуме и военном комиссариате города. Сейчас, конечно, вы на данный момент студенты, то есть вы должны думать о занятиях, о том, чтобы получить достойное образование. Но служба в армии, будь это по призыву или по контракту, когда вы выбираете уже сами, так сказать, свою жизненную стезю, Это все равно всегда для парней и мужчин было почетно. Это настоящая школа, школа, которая формирует ваш характер. Я думаю, что никто из вас не будет искать какие-то уловки для того, чтобы не служить в армии. Ирина Пивоварова, Вадим Пласмин, Варвара Павлова. Наш город.